Здорово, это Шамшурин и всем мира и добра. Значит, это видео называется «Что нельзя говорить девушке? О чем нельзя говорить женщине, вообще девушке?» Почему? Потому что это может обернуться для тебя, в первую очередь, боком, и потом иметь определенные последствия, которые тебя не устроят. Во-первых, первое, о чем нельзя говорить, это нельзя говорить о своих слабостях. Мы не говорим о том, что вот ты любишь там какие-то фисташковые клеры, это твоя слабость, вот ты их там жрешь по ночам и так далее. Нет. Я имею в виду слабости, когда ты чего-то или кого-то боишься. Когда ты не уверен в себе, я не люблю себя, я не уверен в себе, я там не могу решать какие-то проблемы. Меня очень беспокоит там тот или тот или тот, а то есть женщина хотела бы чувствовать себя, как за каменной стеной с этим мужчиной. Если он чего-то боится или что-то не может решить, она не будет чувствовать себя спокойно, соответственно, это отразится на ее самоощущении рядом с тобой. И когда у нее будет не то самоощущение рядом с тобой, у нее, соответственно, будет отношение к тебе несколько не то, которое ты думаешь. И она будет даже где-то позволять себе больше нарушать твои границы и рамки, потому что она не видит в тебе хозяина, она не видит в тебе главного, она не видит в тебе мужика. Следующее, о чем не нужно, нежелательно говорить, это о похождениях своих друзей, вообще о каких-то там личных их моментах. Потому что все очень просто, да, то есть скажи мне, кто твой друг, я скажу, кто ты. И если ты рассказываешь своей девушке о том, что вот твои друзья там были в баре, там пили, бухали, там что-то общались с девчонками и так далее, вот они там натворили делов, там что-то попали в какую-то там передрягу, их загребли в ментовку, что угодно, там очень смешно ты хотел поделиться. На самом деле твоя женщина может услышать из этой ситуации то, что она там услышала. А услышала она то, что они там цепанули девчонок, что-то еще и так далее и тому подобное. Ну и вообще как бы они такие, скажем, парни без высокой какой-то собственной или социальной ответственности. И поэтому, когда ты в следующий раз пойдешь с ними куда-то гулять, то это может быть ей воспринято неправильно, она будет переживать, беспокоиться и думать, что же там раз такие друзья, значит и ты скорее всего можешь попасть в подобную ситуацию или что-то натворить. Если ты не хочешь лишних поводов для ревности, для беспокойства своей женщины, то не надо озвучивать женщине такие вещи. Причем это говорить не нужно не только в отношениях, да, потому что кто-то думает, ой, это история про отношения. Нет. На свиданиях тоже. При первом общении, на первом свидании, там дальше, то есть пока ты там ухаживаешь за этой девушкой. Потому что, какая разница, она будет делать выводы в любой момент вашего общения. И, соответственно, следующее, о чем не нужно говорить, не нужно негативно отзываться о своих близких, о друзьях, о родственниках, о родственниках и так далее. Даже если ты очень сильно чем-то возмущен, ей не нужно это знать. Потому что даже получится так, что ты с ними помиришься, и она понимает следующее. Если ты о них так отзываешься, значит, тебе можно, значит, и ей можно так же о них отзываться и так далее. И потом бывают всякие моменты в отношениях, там, когда она начинает как-то негативно отзываться о твоей маме или о ком-то еще, то есть о твоем папе, о твоем брате, и тебе это может не понравиться, а ты даже забыл, что ты сам когда-то при ней отзывался о них таким образом. Поэтому твои родственники, твои близкие люди, в ее глазах они должны быть, как говорится, либо хорошо, либо никак. Далее, нельзя рассказывать девушке, либо своей, либо потенциально своей на свиданиях, о тех проблемах, которые ты не можешь решить. То есть, тем более уж там, не дай бог, советоваться. Вот у меня там начальник такой-сякой, не знаю, что с ним делать, прям вот голову себе сломал, что же мне с этим всем поделать. Либо там жаловаться как-то на жизнь, потому что, тем более совет, то есть ты можешь посоветоваться, да, ты можешь спросить, там, слушай, а какие мне ботинки подойдут под вот эту рубашку, там, мне нужно твое женское мнение. Безусловно, легко. Но если мужчина спрашивает совет в каких-то его собственных делах, это вообще табу. У женщины так делать не нужно. Ты ослабляешь свои мужские позиции. И, опять же, если ты говоришь, что ты не можешь решить какую-то проблему, это очень-очень плохо, потому что, как я уже сказал выше, ее ощущение, что она с тобой как за каменной стеной, она будет сильно страдать от этого. Когда нет этого ощущения, это противоестественно. И женщина, то есть, так устроен мир, так устроена природа, что кто-то начинает, понимая, что если нет главного, человек неосознанно, и женщина в том числе, начинает как бы пытаться стать этим главным. То есть, занять место этого командира, потому что, ну, блин, кому-то же надо вот этим всем тандемом командовать. И не удивляйся потом, что это может привести тебя к плачевным последствиям, как минимум к утере уважения со стороны женщины, которая в данный момент находится рядом с тобой. Очень много чего еще нельзя говорить, но сейчас объявление, значит, 1, 2, 3 апреля мы проводим, как ты уже слышал, антикризисную практику, то есть, специально с текущими событиями мы решили сделать 60% скидки на практический тренинг. Если ты давно собирался сходить, если ты уже был и хочешь вновь окунуться в это, отвлечься, переключиться, то есть, как-то просто выключить мысли и направить их в другую сторону, в положительное русло. Я жду тебя на антикризисной специальной практике с 60% скидкой, никогда такого не было и не будет, как бы не развивались события дальше, это последний раз, первый и последний раз. Значит, ссылка здесь под этим видео, оставляй заявки, бронируй места, потому что их очень мало. Увидимся с тобой 1, 2, 3 апреля. Если это видео было тебе полезно, напиши комментарий, поставь лайк, поделись со своим другом. И буду рад видеть тебя, как бы это ни казалось, уникальная возможность, но это так и есть сейчас, как бы такие времена, что они создали во мне идею провести такое мероприятие для поддержки, в том числе и тебя. Поэтому я готов тебя поддержать, приходи.